Совещание об основных подходах корректировки федерального бюджета на 2015 год провел с членами правительства и представителями российского парламента премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что к каждому бюджетному направлению необходимо подходить исключительно внимательно и аккуратно. В единой повестке дня с правительством работают и власти субъектов, утвердившие региональные планы первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в новых экономических условиях. Региональный план нашего округа основан на семи основных принципах, отметил губернатор Игорь Кошин. Первый из них – это оптимизация всех государственных расходов, в том числе в государственном управлении. Межведомственной комиссии дано поручение рассмотреть возможность сокращения бюджетных расходов до 10%. Второй принцип – это обеспечение условий для строительной деятельности, в частности строительства жилья для населения. В настоящее время разрабатывается более совершенный механизм для ипотечного кредитования с тем, чтобы максимально привлечь к строительству жилья индивидуальных застройщиков и дольщиков. Третий принцип – завершить начатое. Четвертый – обеспечить задел для последующего развития территории. Речь идет о подготовке территории под будущее строительства. Пятый принцип также касается инфраструктурного развития территории, но в данном случае относится к ее транспортной составляющей. Шестой – это обеспечение условий для деловой активности населения, развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, в том числе в сельских поселениях. Здесь предусматривается снижение налоговой нагрузки для предприятий малого и среднего бизнеса с одновременным увеличением финансовой поддержки на становление и развитие бизнеса и средств окружного бюджета. В цифровом выражении эта поддержка увеличится в текущем году в 10 раз. Также стоит задача привлечь реальные инвестиции в строительство объектов предпринимательства, развитие бизнес-инфраструктуры. И, наконец, седьмой принцип – это создание условий для роста сельскохозяйственного производства. Продолжение следует...